У него просто потрясает воображение, я так сказать, все ему должны отдавать честь просто здесь присутствующей, потому что 3,28,98. Ну, в общем, второй, второй среди европейцев за всю историю, только в термин Катча бежал быстрее. Ну, конечно же, еще один человек должен вот привлекать наше внимание, это Энди Бэдли, 25-летний парень, который до нынешнего сезона отличился лишь в 2005 году, когда был второй на Универсиаде. Ну, что такое Универсиаде в Ниле? Практически ничего. Но в этом году он совершенно неожиданно занял третье место на Dream Mile в Осту, на первом турнире серии Золотой Лиги. И сразу же, сразу же продвинулся невероятным образом. Чуть было не выбежал из 3,50, но на самом деле там прыжал, по-моему, 3,51, это очень высокий результат. Баула, понятно, будет бежать чуть ли не последний. Полтора километра проходит в основном в тактической борьбе. Мы, ну, я вообще ни разу не помню, что 5 километров, что 3, что полторы быстрых забегов у мужчин. 800 иногда проскакивает, хотя очень редко. Конечно, тактическая борьба прежде всего. Ну, еще компания к ним немец, Хачкин, вроде бы личный рекорд тоже неплохой, 3,36, 99, но это было давным-давно, в 2002 году. Ну, поляк Формула, Грек и прочее, прочее, прочее. И, конечно, Юрий Янсен. Юрий Янсен, бельгиец, с личным рекордом 3,35, 97, был, по-моему, тоже призером крупных соревнований, там, в Хенгелле и в других компаниях, но в этом году быстро еще не бежал. Ну, вот у меня какой вопрос интересный, Василий. Женские дистанции, мужские дистанции. Вот бегут полтора километра, да, ну, понятно, идут пешком. Гуляют. 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 Значит, потом там будет своя разборка. 5 тысяч метров, на моей еще памяти, были результаты, которые, такие бегуны, как Норпад, Кудинский, да, бежали слабее, чем сегодняшний женский мировой рекорд. Бывало, бывало, бывало. Там бежали по 14,40. Бывало, 14,50. Да, смотреть на это было, так сказать, совершенно невыносимо. И женщины. Три километра, я уверен, что они будут бежать. Женщины, девушки с тонко организованной психикой, они не выдерживают этого прессинга. Они хотят сразу же броситься вперед и не надеются на свою тактическую мудрость. Ну, что это такое? А это, на самом деле, очень интересно. Я с удовольствием смотрю. Сюрпляс, да? Да, сюрпляс, мелкие перестроения. Вот, смотрите, сейчас Бедли пошел вперед. Потому что самое важное, конечно, случится на финише. Но где этот финиш наступит, знает только победитель. Потому что именно победитель определит ту точку, откуда он может броситься вперед. И, понятно, тут идет борьба между Бедли и Баалой. Баала на голову сильнее, в принципе, Бедли. И вот сейчас Бедли это понимает. Эндрю решил пойти чуть-чуть побыстрее заранее. А сейчас у них тысяча метров где-то порядка 2.40. То есть на 4 минуты в темпе бегут ребята. То есть это практически как девчонки. И вот все-таки Бедли начал растаскивать. Но еще не в полную силу Иванов... Даже Иванов понял, что бегут-то тихо. Тихо, но он знает, что тихо. Кстати, Сергей Иванов очень хорошо бежит на финиш. У него быстрый финиш. Но, имея такой слабый личный результат, надо, конечно, пробовать бежать длинным-длинным финишем. Бедли начинает раскручивать. А Баала-то знает, что вот в остром финише может проиграть любому. Но, конечно, не Мидди. С Мидди тут бороться никто и не собирался. Открою вам нехитрую тайну. Все знали, что Баала выиграет в одну калитку, что называется. И борьба идет за вторую позицию. Конечно же, за вторую позицию. И для Бедли принести второе место Британии было бы очень и очень почетно. Иванов там борется за четвертое и пятое место. В итоге у нас даже не умещается это все на экране. Это, конечно, демонстрация силы. И Бедли достаточно уверенно занимает вторую позицию. А, по-моему, Иванов проигрывает четвертый и пятый.